МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телевизионный проект Пластик АЛАЭФ представляет Клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс. Это Пластик АЛАЭФ. Участница очередного сезона Ольга Дворникова. Старший менеджер по продаже косметики и бытовой химии, мама 14-летней дочери. Женщина энергичная, добрая, обаятельная и, как показала жизнь, смелая и целеустремленная. Я приехала в Чирек, на 20 лет. И как все быстро замертелось, что через 6 месяцев я вышла замуж. На мне были розовые очки. То есть, ну, страсть. Мы прошли с ним 13 лет. Старалась. Ну, вроде как вышла замуж один раз и навсегда. Это вот такой вот у меня девиз по жизни. Но не получилось. И вернуться к маме с ребенком, у меня это было, ну, позорно. Много что было за 13 лет. И после развода прошел, наверное, год. Я встретила своего человека. За этот год было очень тяжело, потому что я была одна. Скажем так, с ребенком мне приходилось подрабатывать. И кем мне только не подрабатывал. И официантка, и посудомощица. Как-то стыдно, но это так. Как-то надо было выживать. Терпение, трудолюбие и выносливость помогли Ольге многого добиться. В частности, найти хорошую, перспективную, высокооплачиваемую работу. Потом так резко все в моей жизни поменялось. Скажем так, у меня очень хорошо принесилась заработная плата. И все как-то так. Ну, пошла белая полоса. Это надо было прожить 13 лет, потому что я стала более сильная. Стала более уверенная. Считаешь, что я добилась. Я сама это сделала. То есть, да, воспитала себя сама. Но есть же такие тетрадки желаний, когда пишешь. И, ну, в общем, как мысли материализуются, скажем так. Поэтому наколю я себе, чтобы наверняка. И я наколола, что рождена для счастья. И все. В принципе, это произошло. На пластическую операцию Ольга решилась именно в тот момент, когда в ее жизни все стало благополучно и более-менее стабильно. А главное, появился тот, ради которого захотелось не только чувствовать себя молодой, но и, соответственно, выглядеть. Сейчас у меня новый этап в моей жизни. Сейчас я встретила своего человека. И ты это понимаешь, когда ты его встречаешь. Потому что на других ты, в принципе, внимания уже не обращаешь. И тогда ты поняла, да, это могла. Вот, единственное, избавиться бы вот этого побыстрее. И будет вообще нашество. Весь период времени от первой консультации пластического хирурга до завершения реабилитационного процесса за Ольгой будет следовать съемочная группа проекта «Пластика.Лайф». Я на консультацию к Ивану Ивановичу. Тогда, если напомните, пожалуйста, у него рукова Ольга. Ольга Александровна. Прямо по коридору проходите, пожалуйста, ко второму кабинету. Ожидайте. Добрый день. Добрый день. Саживайтесь. Так, вас зовут Ольга. Да, меня зовут Ольга. Меня зовут Иван Иванович. Слушаю вас. С чем вы говорите? У меня проблемы. У меня серьезные проблемы. У меня нависшие веки верхние. То есть тут очень много кожи. Очень. Я хочу избавиться от нее. Дряблая кожа. Держите зеркало. Держите зеркало, да, вот так на локоть. И прям рукой покажите, где вам кажется, есть то, что нужно исправить. Вот смотрите, у меня верхние веки. То есть здесь еще на пару глаз хватит. Вижу, вижу, да. То есть очень много. Ну и, соответственно, мешки. Но сейчас день у меня еще хорошо. То есть вот первая половина дня – это вообще ужас. Да и так у меня еще, ну, скажем так, с юности нагнетало. У нас это наследственно. Чем старше, тем в дальнейшем все хуже и хуже. Уже не знаешь, как прятать эти килограммы кожи на веках. У меня израсходованы тонны корректоров. Это просто в каждой сумочке на работе, то есть замазывала. Очень беспокоит. Ты некомфортно себя чувствуешь. То есть хочется же открытый, свежий взгляд, ну, чтобы обращали внимание. Коллеги постоянно задают мне вопрос, ты не устала, не заболела ли ты. Я это ссылаю все, конечно, на свою внешность, на свои мешки. Действительно, вот здесь есть избытки кожи. Видите? Вот они формируются. В области нижних век есть у нас грыжи, мешочки вот эти так называемые. И тоже есть избытки кожи. Блефоропластика – это операция, направленная на улучшение внешнего вида глаз, когда мы удаляем избытки кожи в области век, верхних и нижних в данном случае, и удаляем грыжи в области нижних и верхних век. Ольга отметила, что у нее есть миопия, то есть нарушение зрения. Само по себе это заболевание не является противопоказанием, но нужно все делать с осторожностью. Например, мы попросим убрать линзы, которые постоянно пациентка наша использует, и некоторое время походить в очках. Что мы здесь можем сделать? Разрез проводится прямо в складке, вот тут. Мы удаляем эту лишнюю кожу и аккуратно зашьем. То есть после операции разрез практически этот заметен не будет. То есть вот так, вот примерно то, что мы должны получить после операции. У нее форма глаза останется прежней, и все будет? Форма глаз останется прежней, да. Сама глазная щель не меняется, то есть нам нужно убрать просто вот то, что, так скажем, здесь некрасиво. Очень волнительное, ну такое прям вот радостное такое волнение, что вот-вот я скоро сброшу и похудею еще на пару килограмм. Как она рассказала, так достаточно эмоционально намучился человек, это видно. Что там? Значит, избытки кожи и мешки в области верхних и нижних век. Вообще надо сказать, что чаще всего эти проявления бывают у возрастных женщин. Мы их видим чаще за 40 лет, 45, вот так примерно. И удивительно, что вот у Ольги в 35 уже вот такие проявления есть. И сегодня она рассказала, что беспокоит это все ее уже лет 5-7. То есть здесь мы не говорим о возрастных изменениях. Это все-таки больше анатомические такие вот изменения у нее. Что нам предстоит? Достаточно стандартно все проходит. Единственное, последнее время мы стали добавлять к этой операции использование фракционного лазера в власти век. Для чего? Для того, чтобы кожа была более плотной после. Для того, чтобы убрать проявление вот дряблости и вот вялости кожи. То есть нам нужно максимально ее омолодить. У меня понесли раньше, у меня пластика была между всегда. Сейчас я кучу майки, джинсы. Тут я вот поддалась, мне надо помолодеть, хотя бы вот это вот убрать. Можешь снимать? Ну, мы и разговариваем, так все. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». Продолжение следует...